В параде мне хватило, чтобы протестировать продукты, составить о них свое мнение и сейчас я хочу поделиться этим мнением с вами. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и приятного просмотра. Начну я с мыла. Я мылом толком не пользовалась, потому что просто у меня есть мыло, у меня не такая большая ванна и не так много мыли, чтобы разложить 20 кусков мыла. Кроме того, все-таки оно и сохнет и запах уходит. То есть вот я сама варила натуральное мыло ручной работы. Я варила мыло сама и я знаю, что к сожалению оно теряет запах, если просто долго лежит, потому что опять же натуральные ароматизаторы и никаких там супер павовых нет. Что здесь? Это молоко зимолоко. У нее действительно в составе есть молоко, правда сухое, но в любом случае молоко есть, пахнет ванилькой, приятное. Напищается нежно-мягкая кожа, бархатистая и омолаживающий эффект. Вполне могу поверить, потому что в принципе эффект от натурального мыла лично я всегда замечала по сравнению с обычным, который просто отмывает кожу до сли. Второе мыло фруктовая ваза, потрясающе пахнет фруктами. Хотя вот сказать конкретно, чем именно оно пахнет, я к сожалению не могу. Но чувствуется цитрусовое, чувствуется немножко что-то от ананаса и еще что-то, что я не могу к сожалению распознать. Здесь уже молока в составе нет, но есть оливковое масло, которое тоже в общем-то достаточно богатая штука и я думаю, что эффект на кожу от этого мыла будет не хуже. Хотя конечно все-таки здесь эффект больше. Это подъемы настроения, как в общем-то любых фруктовых ароматов. Не отходя далеко от мыла, вот это вот мыло с углем, вот оно видно, что оно уже используется, используется достаточно активно. Я влюбилась просто в это мыло, пользуюсь им, в основном может быть это странно, может быть это неправильно, но я пользуюсь им для умывания. Оно шикарно отмывает кожу, оно не слишком мылится, не слишком пенится, оно именно мылкое такое. Кожу отмывает просто до скрипа, то есть от всех вот этих вот уличных историй с пылью и прочими делами кожа просто скрипит после этого мыла. за счет мелких частичек угля, которые сюда добавлены, очищаются поры. То есть черные точки, какие-то еще неприятности, они с кожи уходят просто за счет того, что уголь хорошо скрабирует. Хотя конечно, когда вы только намыливаете этим мылом, тут у меня бумажка лежит, здесь же с инструкцией. А когда вы только намыливаете это мыло на руки, да, такая черная мыльноватая жижа, кажется, что сейчас с лицом вообще не понятно, что произойдет. Но нет очень хорошего эффекта от этого мыла. Вот этим мылом я довольна, я это мыло себе куплю сама уже обязательно, потому что в принципе всякие такие мыла, как например вот с углем или с черным тмином, или просто дегтярное обычно, я очень люблю и я думаю вы помните, я когда-то рассказывала о своем любимом дегтярном мыле, так вот это мыло сейчас вполне с ним конкурирует. Следующий продукт это антицеллюлитная цитрусовая массажная плитка, использую ее достаточно берегу, потому что очень она мне нравится, выглядит она вот таким вот образом, то есть плотная масса, прям с куска можно сказать, наносится на кожу после душа, такими достаточно агрессивными движениями, чтобы просто немножко помассировать кожу, разбить кровоток. Сильно какого-то антицеллюлитного эффекта я от нее не заметила, но увлажнение, особенно сейчас уже как-то погода непонятная, иногда бывает, что кажется, что на улице тепло, у меня еще термометра нет, не всегда смотрю утром прогноз погоды, иногда бывает кажется, что тепло, одеваешься и, соответственно, легко выходишь на улицу, там мороз, и все-таки как-то кожа сохнет, поэтому вечером требует особо активного увлажнения, и вот это увлажнение в данном случае получается в полной мере. Пахнет она в основном апельсином и грейпфрутом, собственно, что и указано на упаковке. Здесь 90 граммов, и вот эту плитку я тоже думаю, что я приобрету для себя второй раз, тоже мне очень понравится. Следующий продукт это соляной скраб морской с водорослями. Что можно сказать о нем? Он шикарно скрабирует, то есть действительно вот эти частички соли, они отскребают от кожи все, что только можно и нельзя. А при этом кремообразная масса, в которой эти частички соли находятся, она шикарно увлажняет кожу, то есть после скрабирования вам уже не требуются никакие дополнительные кремы, гели и лосьоны на вот эти места, потому что все это шикарно увлажнено, кожа напитана до утра и днем, никаких дополнительных увлажнений не требуется. Скрабирует хорошо, пахнет приятно, не могу сказать, что люблю, но положительно отношусь к морским запахам. Что еще можно сказать? А, единственное, расходуется не очень экономично, то есть вот с трех раз у меня уже половину нет, хотя я вот его растягиваю как можно на подольше, потому что тоже осталась довольна. Следующий продукт это бальгар для ног, легкие ножки с эфирными маслами, мяты, лимона, чайного дерева. Я достаточно активно пользуюсь этим продуктом и, наверное, судя по этому, можно сказать, что это мой фаворит, но я не соглашусь развею этот мир, который мог у вас возникнуть. Наверное, этот продукт понравился мне из всей моей коробки, меньше всего, потому что он не дает такого увлажнения, которое лично для меня требуется. Поэтому его просто приходится больше использовать и за счет этого вот он так быстро у меня закончился. То есть если, например, сравнивать его с соседней баночкой, точно такой же, это масло для рук облепиховый джем. Если одного и того же количества масла для рук, если мне его хватает на то, чтобы нанести его на руки вот так вот до локтей, на обе руки, то вот этого же масла для ног, на одну ногу для колена этого же количества не хватает. Вот поэтому мне он меньше понравился. Во всем остальном действительно хороший. Ощущение усталости в ногах снимает на ура, впитывается быстро, пахнет приятно. Единственное, что хотелось бы, либо чтобы он был более экономичным, либо чтобы он больше увлажнял. То есть одно из двух, тогда продукт будет на твердую 5, так пока 4. Как уже говорила облепиховый джем, масло для рук. Чем мне это масло особенно понравилось, я не знаю, передаст вот, вот видите. То есть здесь такие как бы зернистые частички в этом продукте, за счет которых получается, что вы не только увлажняете кожу, но вы ее еще немножечко скрабируете, как бы так параллельный процесс идет. Это здорово, потому что лично мне на скрабы для рук обычно не хватает. Во-вторых, мегаэкономичный, как уже говорила, там вот одной маленькой граммулечки хватает на то, чтобы нанести на руки до локтя полностью, а то и выше иногда даже хватает, можно растянуть. Что еще? Пахнет потрясающе. Здесь из эфирных масел мы имеем, а вот эфирные масла, к сожалению, не указаны, но написано, что экстракт розмарина, лимона, облепихи и календула. Но я думаю, что вот основная нота дает как раз лимон, облепиха, календула, потому что как-то розмарина я сильно здесь не чувствую. Что также могу сказать, пробовала его моя подруга, заказала подарок на 8 марта. Девочка, которая мает с недостатком увлажнения в руках и которая постоянно в поисках какого-то очень увлажняющего крема, вот этим продуктом осталась довольна. Делала бровки домиком, говорит, слушай, а может ты его не будешь? На обзор вы стали, может ты его сразу мне отдашь? И говорит, нет, я тебе на 8 марта подарю. Так вот, в такой же смысле, конечно, не поюзанный уже. Я думаю, что это тоже показатель, что довольно осталась не только я, но еще бальзам для губ «Восточная сказка» с маслом, с эфирным маслом и ланг-каланга и апельсина. Бальзам для губ уверенно занял свое место среди фаворитов моих бальзамов, точно в первой пятерке, хотя, конечно, не перекрыл кармекс. Объясню сейчас почему. Казалось бы, да, это натуральный продукт. Здесь вот у нас масло как ши, пчелиный воск, карнаубский воск, масло авокадо, миндальное масло, масло персиковых косточек, эфирное масло, апельсина и ланг-каланга, витамин Е, экстракт розмарина, зеленого чая и витамина Е. Нет, витамин Е плюс два разно. Он дает такую легкую жирноватую пленку, которая быстро впитывается, восстанавливает губы, но мне не хватает в нем, знаете, наверное, такой вот вазелиновой пленки. Это странно может быть прозвучит, но я привыкла, что бальзам для губ дает на губах именно защитную пленку, которая при выходе на улицу как бы препятствует воздействию таких вот вредных эффектов, так как окружающие среды, скажем так. Здесь нет, здесь есть увлажнение, есть питание. В этом плане этот бальзам хорошо подойдет для нанесения его под макияж, то есть где-то вот за 20 минут до того, как вы соберетесь красить губы, наносите этот бальзам, даете ему впитаться и после наносите помаду. Помада не будет таким образом сушить губы вам, но будет при этом неплохо держаться, в отличие, например, от именно защитных бальзамов, которые дают вот эту пленку и эта пленка за счет этой пленки помада может немножко съехать в сторону. У меня, например, такая проблема бывает. Вот в этом плане этот бальзам хорош. Наносить его сам по себе мне как-то немножко не с руки, я привыкла именно к более плотной, скажем так, защите. Но, а так все равно пятерочка, потому что продукты в сухом остатке. Ну, конечно, первое спасибо компании за возможность попробовать эти продукты, потому что посылка к тому же пришла ко мне быстро, оперативно, хорошо упакована. Я очень довольна в этом плане. Во-вторых, я сама когда-то занималась приготовлением натуральной косметики, в частности, я варила мыло, я делала бальзамы для губ. Я пару раз пыталась делать массажные плитки, до скрабов дело руки не дошли, до кремов тем более. В любом случае, я примерно представляю себе, как это делается. Что я могу сказать? Да, эта продукция действительно очень хорошая. Конечно, в глаза бросает сразу срок годности, 12 месяцев с даты изготовления, но потом читаешь внимательно и понимаешь, 4 месяца с момента открытия банки и храните, пожалуйста, где-нибудь в сухом, теплом, прохладном, ну, то есть вот в сухом, прохладном месте, в закрытой банке, после 4 месяцев с момента открытия, уже не используйте это. И ни одного консерванта лично я в составе не увидела. Это приятно, поймите, я говорю так не потому, что там посылка на обзор или что-то еще, потому что это действительно так, я это вижу. Там были какие-то моменты легкого недовольства, связанного вот, например, вот с этим кремом, маслом для ног или же с тоже плохой экономичностью вот этого самого скраба. Но в остальном я очень довольна. Классная продукция, действительно стоящая своих денег, тем более, что денег небольших она стоящая. Неплохой подарок для людей, которые как-то разбираются в натуральной косметике, которые ее как-то интересуются. Вот и все. Спасибо вам за просмотр. Оценивайте, пишите комментарии. Очень скоро увидимся в следующем видео. Пока.